Дорожный движение При организованных перевозках групп детей автобусами в Российской Федерации введены специальные требования к таким перевозкам. Школьники часто путешествуют на экскурсии, конкурсы, праздники. Дошкольники реже. Законодательство не устанавливает возраст, с которого детям можно участвовать в выездных мероприятиях. Этот вопрос регулируется естественным образом, когда взрослые могут заплюсти все требования безопасности при организации поездки. Кроме того, учитывают возраст и состояние детей, когда поездка не будет являться стрессом для маленького организма. Например, для перевозки детей до 12-летнего возраста автобус должен быть оснащен детскими удерживающими устройствами, соответствующими весу и росту ребенка, или иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Единственная правовая норма, которая содержит ограничения по возрасту, это длительность путешествия. Дети младше 7 лет не должны находиться в пути более 4 часов. Согласно определению правил дорожного движения, организованная перевозка группы детей, перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемые без их родителей или иных законных представителей. В настоящее время перечень лиц, которые могут участвовать в организованной перевозке, строго ограничен. В автобусе могут находиться только водитель, дети, включенные в список пассажиров, сопровождающие лица, включенные в список пассажиров, медицинский работник, включенный в список пассажиров. Обратите внимание, правомерность нахождения каждого человека в автобусе должна быть подтверждена соответствующим документом. Взять в поездку человека без документа нельзя. Логично предположить, что безопасная перевозка – это та перевозка, которая обеспечивает безопасность при перевозке пассажиров в багажа. Если мы говорим про детей, про организацию перевозок, организованную перевозку детей, то там два документа, которые это регламентируют. Это правила дорожного движения, в которых мы видим, что такое все-таки перевозка, организованная перевозка детей. Это перевозка группы 8 и более детей, в которой едут без родителей или сопровождающего. То есть, если у нас в группе есть всего 7 детей, которые без сопровождающих родителей, то это уже не считается организованной перевозкой детей, и требования не предъявляются. В соответствии с правилами дорожного движения, постановлением правительства. Еще в правилах дорожного движения мы видим, что скорость перевозки детей не должна превышать 60 км в час, в связи с чем на заднюю часть стекла автобуса вешается специальный знак ограничения скорости 60 км. Также мы видим требования к автобусам из этих двух документов, что они должны быть оборудованы ремнями, пассажирскими, что дети должны во время движения быть пристегнуты, что на лобовом и на заднем стекле автобуса должен быть знак перевозки детей, и на крыше, либо над крышей, должен быть установлен маячок желтого, либо оранжевого цвета, который в горизонтальной плоскости должен быть виден с 360 градусов вокруг автобуса. Вот, в общем-то, из ПДД все. Более подробно дальше расписывается в установлении правительства. Там требования к автобусам, требования к водителям. И, в общем-то, как происходит уведомление, в каком порядке, когда можно перевозить, когда нельзя перевозить, сколько сопровождающих, нужен ли медицинский работник для перевозки. Преимущество маячок не дает. То есть автобус должен двигаться в соответствии с правилами дорожного движения и не превышая скорость 60 км в час. Маячок нужен для того, чтобы издалека другие участники дорожного движения могли определить, что перевозятся дети. Уведомление ГИБДД, значит, сроки уведомления ГИБДД. Если мы совершаем перевозку детей междугороднее, то это не позднее, чем за 48 часов. Если пригородные, то за 24 часа. Уведомление подается на специальном бланке, в котором описывается дети, фамилия, имя отчество, возраст, дата рождения, контактные данные родителей, и также сопровождающие лица. Также фамилия, имя отчество, контактные данные. Подает организатор. Кто организует перевозку детей, тот и подает. Фрахтователь, если законно трактует, это фрахтователь должен делать. В организованной перевозке детей принимает участие более двух автобусов, там три и более, то уже нужно сопровождающая машина ГИБДД. ГИБДД выделяется тем административным органом, с территории которого начинается поездка. То есть даже если нам надо везти в Пензу, в Воронеж, то машина сопровождения будет Владимирского ГИБДД, либо управления. Временные интервалы. Перевозка детей допускается с 6 часов утра до 23 часов вечера. В ночное время, если дети перевозятся, штрафы удваиваются. То есть с 23 до 6.00 утра перевозка детей запрещена, кроме отдельных случаев. Если перевозка заканчивается, то есть не успел автобус доехать вовремя, либо это доставка в аэропорт, когда в другого времени нет. И самое важное, что в это время она не должна превышать 100 километров, иначе будут наказания для организатора, перевозчика. Маршрут составляет сам путь следования, перевозчик, крайние точки и время, когда там надо быть, это организатор определяет. Но они совместно потом с перевозчиком определяют путь следования оптимальный, для перевозки детей безопасности, скажем так. Перевозку детей может осуществлять любая организация, получившая лицензия на перевозку пассажиров и багажа транспортными средствами свыше 8 мест. Требования к перевозке детей, организованной перевозке детей, все-таки значительно шире, чем требования к перевозке взрослых пассажиров. Обычная перевозка пассажиров, это так называемая перевозка по заказу взрослых. Никаких требований, кроме соблюдения режима труда и отдыха водителям, требований к качественному состоянию транспортного средства и соблюдению правил дорожного движения, там никаких нет. Здесь вопрос в экономической целесообразности. Если перевозчик видит для себя экономическую привлекательность перевозки, конечно, он повезет, несмотря на сложности, на уведомления, на жесткий режим по перевозке по времени. Там, кстати, в перевозке детей не только ограничения по времени, там есть еще ограничения по возрасту. Если поездка будет составлять более 4 часов, то детей младше 7 лет везти нельзя. Этот нюанс надо учитывать. Если у нас 20 и более детей в перевозке, то уже сопровождающих нужно на каждую дверь в автобусе. То есть, если через одну дверь, то один сопровождающий может быть, если через две, то два сопровождающих уже надо. Если у нас участвует в перевозке 3 и более автобусов и длительность перевозки более 12 часов, то уже надо медицинского работника в обязательном порядке иметь в этой перевозке и, так сказать, назначать старшего ответственного по перевозке. Если идет перевозка детей, там требования у нас есть к опыту. То, что он должен категорией D за последние два года управлять не менее, чем один год в совокупности, чтобы у него за последний год не было привлечения к административной ответственности в виде лишения прав, либо к административному аресту за нарушение правил дорожного движения. В случае аварии, либо поломки автобуса, перевозчик, как правило, должен предоставить другое транспортное средство в короткий промежуток времени, которое рейс этот закончит. Но, как правило, если нет автобуса, перевозчики очень быстро решают с наймом другого автобуса, другого перевозчика, потому что это касается репутации. Если не довез людей, особенно детей, до места в случае поломки, либо ДТП, ну, навряд ли кто-то обратится второй раз. Информация расходится очень быстро. Поэтому у нас были случаи у членов ассоциации, когда действительно автобусы ломались, но они там с нашей помощью сами быстро находили подмену. Даже на территории другого региона, в Московской области был случай, автобус встал с детьми. Вот очень быстро и качественно нашли замену, всех довезли до, по-моему, вот этого музея парка «Патриот». Да, вот ездили. Тут есть нюансы, которые от незнания могут привести все-таки к солидным штрафам. Надо на что внимание обратить? Что за нарушение организованной перевозки детей штраф минимальный 3 тысячи – это для водителя. Для должностного лица 25, для организации 100 тысяч рублей – это все-таки чувствительные деньги. Если перевозчик нарушит эти правила, он их прочувствует. Если вдруг у нас перевозка в ночное время, которая не попадает под определенный перечень, то наказание удваивается. Для водителя это может быть лишение прав, для должностного лица 50 тысяч рублей, для организации 200 тысяч рублей. Очень просто. У нас перевозчик должен предоставить лицензию на право перевозок пассажиров и багажа. Ну и автобус, который он использует, должен быть в реестре транспортных средств у этого перевозчика. Соответственно, какой перевозчик плохой, какой хороший, наверное, путем обзвона. Потому что все, имеющие лицензию и транспортные средства перевозчики, которые действуют на данный момент, они все в состоянии осуществить качественную перевозку и безопасную. Вот таких уже, чтобы там перерабатывали водители, чтобы автобус был некачественный, что не, допустим, автобус перед рейсом не прошел, механика, выпуск механика, водитель там не прошел перед рейсом, медицинский осмотр. Но таких уже перевозчиков у нас не осталось. Рынок достаточно стал узкий и качественный. Все правила организованной перевозки детей тщательно продуманы, доходчиво прописаны и нормативно закреплены. Но некомпетентность организаторов, желание сэкономить на транспортных расходах, безответственность – все это никуда не делось из нашей жизни. Поэтому, кто бы не выступал организатором поездки, родителям стоит убедиться в том, что все требования выполнены. Там, где речь идет о жизни и здоровье детей, никакая предосторожность не может быть тщетной. Телеканал «Вариант» и Управление ГИБДД МВД России по Владимирской области вместе за безопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова